Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу сделать видео, суммирую в два вопроса. Вопрос один по поводу того, что можно ли приехать в Канаду по туристической визе и, учась в языковой школе, сменить статус на студенческую визу. И второй вопрос связан с возможностью получения студенческой визы для тех, кому 35 лет и старше, я так понимаю. Начнем, значит, с первой части, с первого вопроса. Можно, если вы приезжаете учиться сюда по туристической визе в языковую школу, можно сменить статус на студенческую визу. Но вопрос только в том, что вы должны будете члены раздельно и логично доказать и показать, что вы здесь учились в языковой школе для того, чтобы поступить в университет. То есть, условно говоря, есть такой понятий, как курсы преалабль, то есть предварительные курсы, без которых нельзя взять следующую программу. То есть, вы должны будете сказать, что вы приехали сюда для того, чтобы выучить язык на необходимый уровень, и вот без этого вы не могли быть допущены к учебе в университете. И, соответственно, параллельно на руках у вас должно быть письмо, подтверждающее, что вы поступили в колледж или в университет. Без письма, без подтверждения того, что вы поступили в колледж или в университет, вас даже не будут рассматривать, просто ваше заявление сразу мусорное ветро. Поэтому, если вы планируете такой хитрый ход конем по голове, то сначала вы должны поступить в колледж или университет, получить подтверждающее письмо, что вас приняли, а уж только после этого рассматривать варианты по поводу языковых школ и так далее. Но у меня лично возникает сразу вопрос, зачем вам такая кривая схема с языковыми курсами и так далее, если у вас на руках будет письмо о том, что вы поступили, и это, в принципе, вам и так дает основание для того, чтобы вы получили студенческую визу. Единственный нюанс, момент, который в данном случае может быть в вашу пользу, это то, что вы находитесь, скорее всего, на момент подачи заявления на студенческую визу в Канаде, и, возможно, это как-то ускорит процесс рассмотрения вашего заявления. Вот единственный плюс, который я в этой истории вижу. Ну а так, не знаю, думайте сами, решайте сами. Теперь вторая часть вопроса по поводу того, что стать студентом после 35 лет. В принципе, можно, все нормально. 35 лет – это еще не такой возраст в глазах канасов, когда, собственно, вся шесть позади, как говорится. Надо просто показать, что вы продолжаете учебу по той специальности, которую вы получали у себя дома. То есть я прежде всего говорю, что очень высокий шанс, что если вы будете подаваться на бакалавра, то вас могут завернуть, потому что 35 лет для бакалавра, конечно, это уже возраст. Но если вы покажете, что, не знаю, там, вы совершенно решили изменить свой рабочий профиль, вы решили стать специалистом совершенно в другой области, там, и так далее, возможно, проканает, но история должна быть четкой, логичной и последовательной. Вообще, на самом деле, я вам всем советую, тем, кто подается, ну, неважно на какую визу, неважно в какую страну, это общее место для всех абсолютно, быть максимально логичными, чтобы у вас, ваша история через ваше заявление, через ваши, там, поездки куда-то там и так далее, были абсолютно логичны и последовательны в глазах иммиграционного офицера. И если у вас будет какой-то отказ или какие-то сложности или проблемы, так это именно потому, что в вашей истории что-то показалось нелогичным и несвязанным. Поэтому, возвращаясь к вопросу об учебе, если у вас уже такой возраст взрослый, скажем, да, после 35 лет, то я бы вам рекомендовал поддаваться на студенческую визу на магистратуру или на докторантуру. Это будет более логично, и в этом контексте у вас, скорее всего, не будет никаких вопросов с точки зрения иммиграционного офицера, что он там к чему-то будет придираться, к чему-то он не поверит и так далее. Будет понятно, что вот вы такой-то, такой-то, у вас есть бакалавр, бакалавр в такой-то профессии, в такой-то области. И, соответственно, вы решили углубить свои знания, получить какой-то, не знаю, международный диплом, вам это поможет в вашей карьере у себя дома, вы решили получить какие-то там самые последние ноу-хау, которые невозможно получить у себя дома и так далее. То есть, опять же, все это в сопроводительном письме должно быть отражено, для того, чтобы у вас не было ситуации, когда вам скажут, что, извините, подвиньтесь, вы представляете какую-то такую странную историю с высокой длительной вероятностью, что вы собираетесь обманывать миграционные власти, и мы на этом основании вам откажем. Поэтому логика, логика, еще раз логика для того, чтобы у вас все всегда получалось. Ну, и опять же, в качестве зимы, еще раз подтверждаю, что, поскольку вижу таких людей здесь, учащихся, что 35 лет – это не возраст для того, чтобы вам отказали, и для того, чтобы не учиться. Так что вот, всем удачи, всем хорошего дня, и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok